Всем привет, с вами Даша Кей. Сегодня будет видео об ошибках в макияже, те недочеты, с которыми чаще всего сталкиваются девушки в нанесении макияжа. На одной половине я покажу, как делать макияж правильно, а на другой, как делать его не стоит. Я разделяю лицо на две части. Правая сторона будет отвечать за так называемую правильную сторону, а левая будет утрировано показывать ошибки. Первой ошибкой в макияже является недостаточное увлажнение или вовсе его отсутствие. Лицо сразу же становится сухим и тональный крем подчеркивает шелушение. Второй, немаловажной ошибкой в макияже является использование тонального средства не по своему цвету. На правую сторону я нанесу оттенок, который сливается с моей кожи, предварительно протестировав его прямо на лице, а на левую сторону нанесу тональный крем темнее, который совсем не подходит мне по цвету. Такое еще делают в целях дополнительного загара, я не знаю. Немаловажной ошибкой является оформление бровей. Очень часто могу заметить нерастушеванный карандаш, именно просто прорисованные четко брови и нерастушеванные. На левой неправильный вариант, на правой правильный. Нарисовать кривые стрелки еще полгоря, но не прокрасить межресничное пространство. Это просто ужасно, выглядит как будто бы у вас пляшивые ресницы, поэтому сначала прокрашиваем карандашом между ресницами и потом только рисуем стрелку. Так получается, как будто стрелка продляет ваши ресницы. Большой ошибкой в макияже, такой же большой, как в дальнейшем нарисованный рот, получается, когда вы выходите за контур в рельефных местах. В рельефных местах выходить не стоит, потому что это очень заметно, если это не является задумкой. Поэтому на нерельефных областях вы можете выходить до разумных пределов и увеличивать ваши губы, чтобы это смотрелось более-менее естественно. Также стоит использовать матовую помаду, если вы хотите закрепить увеличивающий эффект губ. Джокер бы одобрил. Контуринг румянами. Просто гениальная вещь. Кто ее продумал, не знаю, хотел бы посмотреть этому человеку в глаза. Конечно же, не стоит, если это не дрейпинг. Контуринг делается коричневыми продуктами, чтобы создать естественную тень. А румяна используется только на яблочке щек, чтобы подчеркнуть свежесть лица. Вот я и разобрала все ошибки макияжа первой части. Я думаю, да-да, сделать постоянную рубрику. Постоянная рубрика ошибки макияжа. И это первая часть, потому что ошибок очень много. И они могут быть не такие наглядные, когда их не сделаешь в утрированной форме, как сейчас. И на самом деле это практика даже для самой себя. Если ты не совершаешь ошибки, но ты попробуешь сделать на одной стороне правильную форму, так называемую. На другой неправильную. И ты поймешь, что тебе больше идет. Что вообще, ты поймешь все. Все в этой жизни, когда ты нарисуешь правильную и неправильную сторону. Это как черновик и чистовик, понимаете. Тут вы можете накалякать. Вам не обязательно делать симметричные глаза. Ура! Естественно, на этой стороне я использовала другие цвета. Это также опять для наглядности, не более того. Тут более яркие, тоже для наглядности. Смысл был таков, что делаю макияж, возведенный в гротеск. Выйти за контурок именно в нерельефных частях. Я очень такое часто замечаю. И если они используют еще не матовую помаду, то это капец как видно. Либо непрокрашенное межресничное пространство. Это просто ошибка, наверное, 90% девушек. Потому что, когда ты не прокрашиваешь межресничное пространство, это смотрится очень странно. Как будто бы ты просто нарисовал какую-то полоску сверху своего века, а не ресницы продлил. И я бы на это обратила самое большое внимание. Остальное можете рисовать губки за контурок, это уже ваше дело. А глаза это зеркало души и все такое прочее. Брови, кстати, смотрятся не так уж ужасно. Контуринг румянами это вообще уже нормальная вещь. Лучше сделать контуринг холодной коррекцией, либо просто коричневыми румянами. И потом добавить розовеньких румян только на яблочке. Можно не улыбаться, кстати. Просто нащупать свое яблочко. Вот какие-то такие вот у меня получились ошибки. Если вам понравилось, то я жду от вас поддержки лайком, подписки, естественно, на канал. И увидимся с вами в следующих видео. Так что до скорых встреч. Пока-пока.